Итак, мы продолжаем выпуск. 4 тонны мусора и 25 сетей. Госслужащие провели субботник на берегу реки Табол. С начала мая в Казахстане стартовала акция «Чистый водоем», участие в которой приняли и кустанайские организации. Они чистили водоемы от сетей, которые оставляют рыбаки, выпускали рыбу и очищали территорию от бытового мусора. На субботники побывала Екатерина Комиссарова. Наводить порядок начали не только на улицах областного центра, но и далеко за его пределами. Сегодня госслужащие активно борются с мусором на берегу реки Табол. Буквально за полдня им удалось очистить берег вблизи поселка Садовое и увезти 4 тонны мусора. Причем здесь не только забытые отдыхающими бутылки и пакеты, но и обломки старой техники. Сегодня же специализированные органы начали и очистку водоемов. Таким образом водоемы очищают от сетей, оставленных рыбаками, которым, кстати, грозит немаленький штраф в размере 20-ти месячных расчетных показателей. Все найденные сети вместе с мусором отправляют на специальный полигон, на котором их уже уничтожают. 25 сетей достали сегодня из реки Табол. Причем по толщине все сети разные. Как говорят специалисты, из самых толстых не уйдет ни одна, даже крупная рыба. Сегодня проблема с незаконной установкой сетей стоит остро. Водоемы мы очищаем для чего? Для того, чтобы побольше рыбы сохранить. Потому что, вы сами знаете, сети, которые, в частности, запрещены на роде лово, это леска, они не гниют. И когда они остаются на водоеме, и бывают такие моменты, когда лица ставят сети, а потом не приходят за сетями. То есть поставят когда-то, а потом забыли. И мы вот когда снимаем, бывают такие моменты, что там рыба уже разлагается. Как отмечают в инспекции лесного хозяйства и животного мира, такие субботники – это лишь малая часть для защиты окружающей среды. Самое главное, чтобы жители области после купания и отдыха на природе не забывали о чистоте и вывозили мусор. Дмитрий Гуренко, Екатерина Комиссарова, РТН. Вернулись домой с победой. Кустанайские спортсмены вернулись с медалями с открытого Кубка Германии по пара танцам. В республиканскую копилку лепту внесли Маляка Мухтарова и Владислав Сахно, завоевав золото и бронзу. В сольной программе Маляка стала первой дважды. Наша съемочная группа встречала спортсменов. Самой преданной болельщицей Маляки Мухтаровой бесспорно можно назвать ее бабушкой. С трех лет она занималась внучкой. Сначала вокалом и рукоделием, после поддержала в идее заняться танцами на коляске. Танцевальный стаж у кустанайской спортсменки уже 8 лет. Ожека говорит, что будет соревнование у нас в Кустанаве. Я хочу участвовать на танцах на коляске. Поехала к нужному, потренировалась. Нужный говорит Маляка, очень поздно. Она говорит, нет, я буду танцевать. Вот так она первый раз танцевала у нас. Сегодня Маляка спортсменка известная. За плечами не одна победа в областных, республиканских и международных соревнованиях. Маляка также выиграла чемпионат Азии по пара танцам. Вот и сегодня она героиня дня. Девушку привезла с открытого Кубка Германии. Он прошел во Франкфурте 4 медали, три из которых золотые. Маляка заняла первые места в категориях соло и соло фристайл. А также со своим партнером Владиславом Сахно они завоевали золото в программе комби-фристайл и бронзу-латина комби. Победы даются очень сложно. Это и физически, это и морально, потому что мы танцуем, у нас и мозоли, и растяжение мышц. То есть мы выходим на соревнования после тренировок, то есть и на тренировках у нас, естественно, нагрузки. И соперники очень сильные. То есть в этот раз было 15 стран. Не думали, что так хорошо станцуем. То есть в смелых таких дальних мечтах было, конечно, взять три первых места в Европе, еще плюс такое количество стран участия, это достаточно тяжело. В составе сборной Казахстана были и еще два спортсмена из Кустанайской области. Рудничане Юлия Калинина и Роман Литвинов. В этот раз завоевать медали им не удалось. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН. Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам. Видео опубликовано в YouTube пресс-службе президента страны. Глава государства поддержал республиканскую спортивную инициативу «Челлендж Другой Ты» и записал видеообращение к участникам этой акции. Цель этой инициативы – популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди жителей Казахстана. В рамках акции запланировано проведение открытых тренировок с участием известных представителей отечественного спорта, культуры и масс-медиа, которые своим примером будут мотивировать казахстанцев заниматься физическими упражнениями и спортом. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, достижений, результатов. Все занимайтесь спортом. Сегодняшний мир, быстро движущая экономика, говорит о том, что мы должны быть здоровыми, чтобы заниматься бизнесом, наукой и всеми новыми технологиями достигать успеха. Для этого нужно здоровье, для этого нужно быть бодрым, а для этого надо заниматься спортом. Это все о событиях дня. Больше информации на сайте Алау Ки-Зет. До свидания. Продолжение следует...